Буквально недавно первый вице-премьер Валерий Хорошковский был с визитом в Брюсселе и просил УС кредит в размере 610 миллионов евро. Добильон! 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 Что делать, государственник? Я попрошу. Но знаете, что самое интересное? Еврокомиссия отказала, заявив, что выделит Украине кредит только после парламентских выборов. Если наблюдатели признают их демократичными. Друзья, вы представляете, какие невероятные условия нам выставил Запад? Вы только вдумайтесь, они хотят, чтобы у нас выборы прошли честно и демократично. Они бы еще попросили Януковича с Межигория съехать. Вот как ляпну что-то! Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! Хотя все может быть. Очень громкое заявление сделал первый вице-премьер Валерий Хорошковский в эфире телеканала ICTV. На вопрос лидера партии «Свобода» относительно нарушений во время выборов и перспектив признания парламентских выборов ЕС, господин Хорошковский заявил, цитирует, «Если есть нарушения, у меня есть договоренности фактически со всеми участниками избирательного процесса. И я сейчас обращаюсь прямо к вам. Если вы видите эти нарушения, информируйте, и мы по каждому вопросу разберемся отдельно. Это как раз есть определенные предохранители, чтобы в дальнейшем этого не происходило», – уточнил господин Хорошковский. Я не случайно сделал акцент на слове «предохранитель». Мне кажется, учитывая количество нарушений в предвыборной гонке, Валерию Ивановичу может не хватить одного предохранителя. Друзья, мы решили помочь Валерию Ивановичу не испортить отношения с Брюсселем и приготовили ему в подарок целую пачку предохранителей. Валерий Иванович, мы надеемся, что с помощью этого средства выборы в Украине все-таки пройдут честно. А если нет, то вы этот подарок не выбрасывайте. Он вам может понадобиться в Брюсселе сразу после выборов.